Как укращать пыльчего человека? Делают это через силу, показывают свою власть, но с человеком не так, потому что есть такая мудрость народная, еще с кем поведешься, того наберешься. И так важно, чтобы пыльчего человек, с которым мы общаемся, натолкнулся не на ответную вспыльчивость, не на амбициозность, которая подавила бы его амбициозность, не на некую силу воли, которая подавила бы его волю. А чтобы он натолкнулся на другую силу, которая противоположна его силе. Эта сила есть кротость. Эта сила есть смирение, которое проявляется в кротости в отношениях с другим человеком. Когда человек кроткий, то, разговаривая с ним, невозможно гневаться. Этот гнев, он, если и бывает, то скоротечен, быстро проходит. Когда человек кроткий, и говоришь с ним, то невозможно раздражаться, потому что такое раздражение, если и возможно на короткое время, оно в этом сменяется успокоением. Когда человек кроткий, то невозможно его не любить. Кротость, смирение – это черты не просто характера, это украшение каждой души. И когда с человеком общаешься достаточно долго, и видишь глубину его смирения, и чувствуешь его кроткое устроение, а за этим всегда стоит сила Божия, которая подпитывает, которая помогает человеку быть кротким. Когда сам начинаешь смиряться и становиться кротким, потому что поведение человека, оно влияет на тех, кто с ним общается. Так и сказано еще на Писании, что братья, если впадает человек в какое согрешение, вы духовные, и шалите такового духом кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Поэтому будем учиться быть кроткими, и тогда мы сможем эту кротость, это смирение передать другим.